Имя поселку Виноградный дано не просто так. Существует легенда о названии. Бог виноделия Дионис, очутившись в этом райском уголке, был поражен превосходными условиями для своего любимого растения винограда. И если посмотреть на поселок сверху, то его границы четко совпадают с виноградной кистью. Бог виноделия решил, именно здесь должен расти самый лучший виноград. Приняв такое решение, Дионис незамедлительно посадил лозу в землю именно там, где теперь находится поселок виноградный. Виноградерство виноделия – ведущая отрасль экономики Анапского района. Всего на территории муниципалитета находится 2 990 гектаров виноградников. Из них 1980 гектаров уборочная площадь. Сезон сбора урожая приближается к завершению. Ежедневно проводится уборка винограда на полях Анапы и ее окрестностей. Уже собрали более 11,5 тысяч тонн при средней урожайности 65 центеров с гектара. Анапа всегда славилась своим виноградникам, своим виноделям. И поэтому мы считаем, что развитие виноградовства и увеличение площадей винограда. Во-первых, у нас земли очень подходящие для винограда. И вина, которые получаются из нашего винограда, и урожайность, я считаю, что это необходимо увеличивать и продолжать наращивать темпы виноградарства в Анапском районе, чтобы он всегда оставался виноградарским. В сборе урожая участвуют местные жители. За группами закреплены 11 единиц техники. Грозди собирают в ящики, высыпают в чан. Здесь растет несколько десятков сортов. Осталось убрать 90 гектаров виноградников сорта Каберне. Этот сорт считается одним из лучших для получения красных столовых, десертных и крепких вин. Достаточно богатая технологическая карта. Тут начиная от технических, грубо говоря, люди называют винных, которые идут на переработку и приготовление соков, вина, так и столовые сорта, которые идут в свежем виде в употреблении. Собранный урожай технических сортов винограда пойдет на производство столовых и специальных вин анапских винодельческих предприятий. Такие вины отличают высокое качество, они экологически чисты, обладают прекрасными вкусами, ценными лечебными свойствами. Сбор урожая планируют завершить полностью до 25 октября.